МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Зачем шеф-повару уголовный срок? Полиция задержала вооруженных налетчиков на ювелирные продуктовые магазины. Наркотик приготовить, чтобы поле перейти. Какой агрономией занимался подросток из Ухловского района и что ему за это грозит? Он ненавидел женщин и мечтал убить 40 сотрудников УВД. О вечном зэке по кличке Ленин в рубрике «Дело номер» с Дмитрием Плоткиным. Один устал от работы, второго соблазнила перспектива быстрой наживы, третий и вовсе, якобы только от сотрудников полиции, узнал, что общался с нарушителями закона. Что связывает перспективных поваров и генерального директора архитектурного бюро? И зачем молодым, образованным людям портить свою биографию криминалам? Веб-камера ювелирного магазина фиксирует очередного потенциального покупателя. Дело обычное – посмотреть, прицениться, выбрать что-то определенное. Померили, не помню, 4 или 5 браслетов. То есть он вроде как определился, попросил узнать цену на кассе, сколько будет со скидками, со всеми стоить. Анна и ее напарница уже готовились к закрытию и не думали, что это видео ляжет в основу уголовного дела. Покупатель не прячет лицо, вежлив, судя по всему, хорошо воспитан, просит время подумать денек-другой и направляется к двери. Он подошел к двери, я говорю, Лен, закрывай. Она за ним дверь уже начала закрывать, то есть он уже туда вот вышел. И он здесь оборачивается, пистолет, он из куртки достал пистолет. То есть витрина у меня была закрыта уже на этот момент. Я сначала вроде хотел поправить, а потом что-то как-то это, говорю, ладно, сейчас вроде. И я ее закрыла, вот так поворачиваюсь, а он уже с пистолетом всем стоять, говорит, никому не дергаться. Я зашел, достал оружие под угрозами, заставил девушку достать деньги из кассы. Она в свою очередь отдала, я вышел оттуда. Именно вышел, уточняет Дмитрий, и мысли не было бежать. Он заранее выбрал магазин рядом с двориками, куда можно юркнуть, проверил наличие камер наблюдения и охраны, и с оружием, которое было куплено им для личной обороны еще во время отдыха, отправился на прибыльное дело. А для страховки попросил приятеля Ивана забрать его на машине. Сразу подумал, что возможно, не в городе. Почему? Потому что люди, фигурант был без маски. Опознать его можно, у него определенные черты лица. В Рязань я приехал полтора, ну, может, чуть больше, года назад по работе. А почему в Рязани не в тулу или в бану? Ну, после Увленского у меня был проект «Рязань». Потом у меня после Рязани был «Ярославль». А проект это? Я компания «Автосуши». Я шеф-повар. Но большой специалист по приготовлению суши оказался не так удачлив в игорном деле. Высокие гонорары уходили на долги. В этом ювелирном магазине Дмитрий обогатился сразу почти на 700 тысяч рублей. Правда, потратить успел только третью часть. А вот на второе дело уже решил пригласить сообщника. Дмитрий меня позвал. Как? Чего? Ну, он написал мне ВКонтакте то, что у него есть ко мне предложение, чтобы я приехал к нему, он мне все расскажет. Я приехал к нему, он мне рассказал о том, как он ограбил ювелирный магазин с применением оружия. И потом сказал, давай я с тобой ограбим еще раз ювелирный магазин. Мы даже вчера думали, что будет совершено еще одно разбойное падение на ювелирку. Примерно вычислили, где они могут совершить. Ну, примерно думали. Но где-то в 9 часов вечера они совершают разбойное падение на продуктовый магазин. Мы были сами в шоке. И снова ограбление в самом центре города, на улице Чкалова, совершенное с невиданной самоуверенностью. Дмитрий, как ни в чем не бывало, даже попросил сигарету у девушки-продавца. По словам организаторов преступления, варианты они с напарником рассматривали поближе к дому. Молодые люди жили в районе вокзальной улицы. Спустя полчаса подельников задержали в Макдональсе на площади Победы. При них был пистолет, который оказался пневматическим, и похищенные деньги. По фактам разбоев возбуждены уголовные дела. Следователям предстоит выяснить, имеют ли задержанные отношения к другим аналогичным преступлениям. И в каких именно действиях принимал участие третий подозреваемый Иван. То ли запретное зелье пошло позабористей, то ли тенденции среди контингента меняются. Но в последнее время, что не задержанный наркопотребитель, то целый кладезь фантазии. На что только не идут. Даже при наличии двух высших образований предпочитают зарабатывать незаконно. В июле этого года в московском районе города Рязани на улице Интернациональной сотрудником ФОСКН был задержан несовершеннолетний молодой человек. Работников службы заинтересовали его личные вещи, в частности, бутылка с так называемым молочком. Выяснилось, что более 400 миллилитров наркотического средства юноша приготовил самостоятельно. Для чего специально приехал на поле, где произрастала конопля, куда привез все необходимые ингредиенты. Дегустация состоялась прямо на месте. Остальное задержанный взял с собой в Рязань, где и был пойман. Данный гражданин уже ранее был осужден в 2012 году Ухловским районным судом. Также был осужден по статье 228 по двум эпизодам. Делал все то же самое аналогично. Приезжал на место, рвал коноплю, изготавливал, употреблял, ну и, соответственно, частично с собой хранял. Тогда подросток получил 160 часов обязательных работ. Последнее правонарушение будет стоить ему от 3 до 10 лет лишения свободы. О том, мог ли еще кто-то знать о существовании конопляного поля, ничего не известно. Буквально недавно, перед окончанием уголовного дела, был произведен осмотр данного поля, я так понимаю, администрационный Ухловского района. Данное поле было уничтожено, тяжелая техника, имеются следы гусеничной техники. Отсутствие интересов и целей – вот что главным образом приводит молодежь из районов к употреблению наркотиков. Оправдание слабое, особенно в свете того, что подростки готовы ехать за десятки километров для сбора урожая и пренебрегают походом в тот же самый спортзал. Оправдание найти проще, чем причины жить по-человечески. В Новочеркасской тюрьме в отделении смертников сегодня представлена почти вся когорта донских серийных убийц. Это черноколготочник Тюман, Электрик, Бурцев, Крештопа, Муханкин. Их соседями вполне могли оказаться Андрей Чикатило и Константин Черемухин, но тем не повезло. Их расстреляли раньше, чем был введен мораторий на смертную казнь. Сегодня мы расскажем о звере, чьи пытки были пострашнее инквизиции. Он жив, называет себя филантропом и Ленином в неволе. А еще развлекает себя написанием стихов, которые известны пользователям интернета под заголовками «Гражданская лирика». Почему творчество отъявленных негодяев вызывает такой неподдельный интерес в обществе? Пожизненникам только и нужно потешить тщеславие и не быть забытыми. Почти у каждого из них была страшная цель – совершить рекордное количество убийств и таким образом войти в историю. Не стал исключением в этом плане и Владимир Муханкин. Старшее поколение и даже люди моего возраста прекрасно помнят, как в нашей стране готовились к 22 апреля. Каждый школьник знал, что недели за три нужно срезать березовые веточки, поставить их в воду, чтобы успели распуститься. Сделать примерно вот такие цветочки с папье-маше или любой другой цветной бумаги и с красивыми букетами непременно в парадной форме прийти в школу. Так страна ежегодно торжественно отмечала день рождения вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. 22 апреля 1960 года в Ростовской области родился мальчик. Имя выбирать не пришлось. В такой день, иначе как Владимиром, не назовешь. Матерью оказалась 19-летняя девушка. Очень красивая, симпатичная девушка. Но она работала в колхозе с винаркой. Она и сама понимала, что профессия не делает ее завидной невестой. Но, как и все юные барышни, верила в любовь своего ухажера. Так годик протянуть можно. Потом рожаю ему ребенка, сижу дома. Какая разница, где я когда-то работала? Ну, а когда он все узнает, поздно. Ко мне привык, ребенка обожает, без меня жизни не представляет. Еще и прощения просить будет. За что? Ну, к тому времени не найдется. За что? Но в жизни судьба провинциальных простушек обычно складывается по-другому. Когда эта девушка беременная пришла в дом жениха, то мать жениха очень была недовольна. Считала, что ее сыну можно было найти более хорошую партию, как она говорила девушке из конторы или из магазина, а тут всего лишь свинарки. Но самый главный удар был впереди. В тот самый день, когда женщина родила сына, ее несостоявшийся любимый женился. На другой, на продавщице магазина. С тех пор во всех своих бедах она винила маленького сына. Он и без того терпел насмешки, унижения и оскорбления от сверстников. А тут еще и мать не уступала в жестокости. Из самого детства этот мальчик стал убегать из дома. Он ночевал в собачьих будках, ночевал где-то на деревьях, был фактически неуправляем. Потом, как бы в отместку за свою вот эту такую беспутную жизнь, он стал наносить из удовольствия какие-то раны животным, коровам, лошадям. Это доставляло ему удовольствие. За разные прегрешения маленький Муханкин был сослан в спецшколу – учебное заведение для убийц, бандитов и насильников, которых в силу их малого возраста нельзя определить в детскую воспитательную колонию. Маленький волчонок попал в логово себе подобных, но и там оказался изгоем. Вот если дальше проследить события, то из 25 учеников этой школы 20 были осуждены за тяжкие преступления, а судьба еще пяти просто не была прослежена. Сначала он только воровал, причем делал это неординарно. Однажды самодельным штыком, который всегда носил с собой, он разобрал за полночи кирпичную стену магазина. Влез, а там другая стена, которую тоже пришлось разобрать. Внутри наелся, напился, товар и покидал в огромные мешки. И, спрятав снаружи, пошел за велосипедом. Когда вернулся, увидел кучу милиционеров, у которых поинтересовался, что случилось. Да тут какой-то дилетант магазин ограбил. Дилетант? Ну-ну. И увез первый мешок. Так он подходил еще раз пять с вопросом, нашли дилетанта или нет, пока не перетаскал все награбленное. Он совершил разбой и совершил растление малолетней девочки, за что был осужден первый раз. А когда вышел на свободу, вот это состояние его, состояние неудовлетворенности жизни и нелюбовь к матери, фактически ненависть к матери, вылилась на то, что он стал нападать на женщин. У Муханкина был шанс исправиться. Он успел обзавестись семьей, но продержался недолго. Снова попал за решетку. К началу своей кровавой эпопеи 95-го года он отсидел половину из своих 35 лет. Муханкин не сразу пришел к убийству. Вначале только нападал сзади на женщин, бил их по голове обрезком трубы. Схватив шапку или сумочку, убегал. С возрастом преступления становились серьезнее. Как говорил он сам, чикатило показался бы цыпленком. Своё первое убийство Муханкин совершил, поддавшись уговорам приятельницы. Та попросила избавить её от надоевшего сожителя. Сделать это было нетрудно во время очередной попойки. Но примечательно другое. Уже через несколько минут парочка спокойно, рядом с остывающим телом, занялась любовью. Непонятно другое, куда смотрела советская милиция и медики. Ведь еще в 88-м году, перед вторым судом, психиатрическая экспертиза подтвердила, цитата, а социальное поведение, неуживчивость в коллективе, психопатия с сексуальными извращениями. Конец цитаты. На допросе у следователя заявил, что вы меня еще не узнаете. Это хорошо, что вы меня поймали, поскольку у меня были мысли уничтожить 40 сотрудников органов внутренних дел, с которыми ему пришлось сталкиваться. Муханкин успел пролить кровь в Волгодонске, Шахтах, Сальске. До момента задержания он совершил около 15 известных убийств. Когда следователи решили дать ему свидание с матерью, они удивились тому, какой страх внушает жестокому убийце пожилая женщина. Они так и не сказали друг другу ни одного слова. Сегодня вечный зэк по кличке Ленин нашел себя в поэзии, сбивая представления о себе строками о добре и предрассветной романтике. Осужденные вообще любят развить тонкую философию на бумаге. Это еще одно развлечение и приманка для тех, кто все еще верит, что осужденные, смертники, раскаиваются. Трудно ответить, есть ли предел человеческой глупости, выражающейся в поступках после таких сюжетов. Как говорил древнегреческий философ Гераклита Фесский, добровольного идиотизма я не понимаю. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин